всем привет кто смотрел прошлый ролик который я закончил записывать 15 секунд назад продолжаем смену смена куплена от нее осталось еще от нее осталось еще 2 часа 17 минут я еду сейчас на уже полученный заказ и поедем мы на косыгина такой небольшой заказе к на 14 минут но какая разница это заказе и он без комиссии что не может не радовать давайте напомню план на сегодня значит я сейчас сбрасываю суточный пробег так вот суточный пробег сбрасываем и и за эти 300 километров моя задача заработать еще десятку потом выспаться а потом у меня будет очень важное дело кто подписан на мой инстаграм кстати и кто не подписан подписывайтесь там будет тоже много интересного но то что будет завтра очень важное дело я в youtube выкладывать не буду а в инстаграме сможете увидеть так что погнали вот это я короче отвлекся короче отвлекся прилетает заказ и я с перепугу нажимаю принять чтобы не пропустить вы слышали такое слово как реутов меня аж передернуло когда это увидел подача 3 минуты в принципе да ладно в принципе сейчас все билеты в один конец сейчас надо вывозить всех из центра час ночи и хоть на новую ригу хоть в рио то все равно в один конец поэтому пофигу едем тут вопрос в другом контингент может быть необычный представляете ребят вот в два часа ночи из московских ночных клубов можно еще и забрать не бурдалака а нормального пассажира так ну что я могу сказать три часа ночи купленная смена закончилась замечательный пассажир не знаю там с плюсом не с плюсом но прям вот замечательный так 4900 напомню вчерашнюю цель я выполнил там но почти да там 600 рублей не хватает если их отсюда забрать то 4 300 но дальше работать в самозанятом я честно говоря смысла не вижу то есть сейчас народу будет меньше в москве и в принципе приоритетов 19 будет предостаточно поэтому я ухожу из самозанятого дальше будем продолжать в эксперт парке если вы работаете в такси или в доставке то для работы рекомендую сертифицированного партнера эксперт парк комиссия всего 50 рублей в сутки а выплаты автоматически и без комиссии также они подключают курьеров на автомобилях и мотоциклах и водителей на грузовых авто регистрируйтесь онлайн прямо с сайта через любой удобный мессенджер их копируют мошенники будьте внимательны все телефоны и ссылки под видео обновление опять какой-то прилетело в москве в москве в москве в москве Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, знаете, что я вам не смогу передать? Есть тут вот такая вот банная усадьба Видите вот этот дым? Это обалденный аромат, по-моему, сосновых шишек, что ли, или сосновых бревен Короче, смола сосновая чувствуется Ну, как бы это Ешка, да? Это же не С-классы, не Maybach, где стоит там какая-то суперсистема фильтрации Этот фильтр пропускает сюда этот запах Это просто балдеж, я не знаю, как это назвать Но ни видео, ни аудио не передаст Это просто шикарный аромат, просто шикарный Я сегодня был в банном комплексе на Мичуринском Ну, не Мичуринский Ну, короче, в районе Мичуринского Там нет этих запахов В Москве, наверное, начнут жаловаться во всякие службы Если такие запахи будут присутствовать Ну, типа загрязнения окружающей среды Блин, это кайф Вот мы до сих пор едем Ммм, я балдею Супер Как в старые добрые времена Прямо сразу захотелось в баньку Ну, да ладно Нам еще работать Три часа ночи пока Три часа ночи И сделано пока только Что-то там 4-5 тысяч А надо 10 А так как смена уже закончилась Темпы сейчас будут меньше И темпы меньше И народу меньше И народ более проблемный Более пьяный Так что Придется поднапрячься Включил Гет Включил Яндекс Сити пока не включал Пока не хочу Сейчас заеду Здесь у нас по пути Будет Макдональдс Налью кофе А то у меня Ну, он, во-первых, закончился Во-вторых, остыл Возьму чашечку кофе И налью себе еще В термокружку Как-то так Возьму чашечку кофе Возьму чашечку кофе Здравствуйте, это Роб Джоуч. Здравствуйте, мне, пожалуйста, кофе Американу 03. Так, ребята, поймал заказик, подъезжал к Москве, поймал заказ, ну тут небольшой, с маршала Тимошенко, короче, на осенний бульвар, короче, каратыш совсем. Ну, на безрыбье и рак рыба, и главное, время-то идет, за это время надо зарабатывать деньги, потому что скоро начнется усталость, скоро Яндекс начнет блокировать, и все в таком духе. Останутся только Getty City Mobile, так что надо торопиться. Начинаются вурдаваки. 399 рублей поездочка и 500 рублей на чай. Просто за то, что разменял. Да, я думаю, размен не нужен был, просто повод. Или, может, на чай хотели дать 500, ну, типа, штука много. Этихат таки не было, короче, попросили разменять. Разменял, ну, короче, мне назад эту же 500-ку и вернули. А у нас нету разменять тысячу по 100? Боюсь, что нет. А по 500? По 500, может быть, посмотрю. Попробуй. Тебе зачем? А, и попросили бутылочки, по бутылочке воды. Говорит, купили у тебя воду по 250 рублей. Ну, я им еще, ну, как бы, сэкономил и пилигрим отдал вместо Яндекса. А, хотя они по одной цене, короче, без разницы. Так, держим курс в центр, потому что, ну, как-то 277 рублей. Не айс. Почему в центр? Дело в том, что там сейчас заканчивают бухать люди, которым ехать далеко-далеко в область. И такие поездки, там по 2-3 тысячи, они намного вкуснее, чем поездки по 277 рублей. Ну, мутные типы будут хоть там хоть там, но там хотя бы за деньги, а тут как бы за копейки. Так что, как-то вот так. В общем, работаем. для тех, кто говорит, что на скорости больше 80 заказы не поступают. Как видите, поступают. Так, еще один заказик закончил на тысячу рублей. Дамочки, конечно, умудрились и воду на сиденье разлить и электронки покурить. И чё-то, чё-то и с блютусом мы мучились, и подключиться у них не получалось. А я в 12 приехала домой, и я прям переездная была, вообще переездная. Толк-то, что всё заставило. Толк-то, что всё заставило. Это вода, это просто вода, если что, немножко разлили, вода, нумералка Вот теперь можно блютус? Можно Так и было, мы создали с вами пару Мы еще пока ничего не создали Мы создали с вами пару Я помню, создайте пару Вот больше ничего делать не нужно У вас там сейчас подтверждение И я так же делала первый раз, создать пару я написала Не, ну я не тупая, правда Ну правда, я не тупая точно Майбукс, да? Да я не тупая точно И на полную громкость пытались выкрутить А я-то 50% громкости оп и съел А они на максимум крутят, что-то не получается Фигушки Так, и что? И в пол шестого у нас 1500 рублей Но это никак не 10 А, нет, там же еще 4 5 с половиной О, это уже лучше 5 часов 30 минут и 5 часов... Ой, и 5 тысяч... Тьфу, блин Я уже заговариваюсь 5 часов 30 минут и 5 тысяч 500 рублей Примерно такие результаты Пока что Вроде бы идем по плану До 10 тысяч, таким макаром можно сделать десятки Время Пол шестого Это время, когда начинаются порты Я нахожусь близко к внучке И мне сейчас может внучка прилетать Шарик тоже может прилетать Но у меня опять нету метки В домик не поеду принципиально В шарик тоже пока не поеду Остается только внучка Если внучка прилетит, поеду Короче, из прикола Значит, все время, что мы ехали Сейчас с пассажирами 40 минут Я забыл уйти с линии в Гет Так ничего и не приходило Еще зашел, посмотрел предзаказы Из предзаказов висит всего один заказ На 9 утра в Домодедово Ну, собственно, как я и сказал Сейчас начнут порты прилетать Но его я взять не могу Потому что я не выполнил норму по заказам Ну, там, короче, надо выполнить Какое-то количество заказов Тогда тебе будет давать возможность Забронировать этот заказ Только вот есть одна особенность Мне этот заказ и так не нать И даром не нать, и за деньги не нать Поэтому пофигу Теперь шарик Шарик я пока не готов ехать Потому что нет пропуска И значит, это будет билет в один конец И... В принципе, можно было поехать Потому что даже если я сейчас поеду куда-нибудь На Новую Ригу Это все равно билет в один конец И что было не взять шарик? Непонятно Зато без приключений бы доехал Вот зря не взял Надо было брать Ну, если бы это был будний день Его не надо было бы брать Потому что назад По пробкам бы возвращался Сегодня воскресенье Мозги плохо соображают Но ничего, сейчас чем-нибудь другое придет Работники Ножа и топора Разбойники Разбойники С большой дороги Ну, что ж Автозаводская Так автозаводская Автозаводская Это хорошо Оттуда тоже можно что-нибудь привезти И Только вот Точка отправления Это рождельская А значит Возможно Повезем вурдалаков Ну, короче Посмотрим Так, ребят Ну что Можно меня поздравить У меня рейтинг Ровно 5 5,000 Вот Единственное Только Нет Ну, не вижу я Никаких изменений В плане Приоритета Как было 19 Так и осталось Ну, как бы Есть надежда Конечно, что Там Через какое-то время Назначено будет Ну, посмотрим Но пока ничего 5,0 Так, ребят Пол седьмого Заработано В этой смене Уже 6,5 тысяч В принципе Пока идем нормально Единственное Только Яндекс Начал меня ругать Говорит, что Осталось 3 часа работать Но в принципе Мне как раз 3 часов И будет достаточно Чтобы заработать 4,000 Ну, по крайней мере Я на это надеюсь Потому как Уже 7 утра Уже народ Должен на работу Собираться Ну, рабочий народ Который На мерседесах Ездит на работу Я имею ввиду Ну, шучу На самом деле Просто сейчас Должны начать Разъезжаться Бухающие И только на них Вся надежда Товарищи Бухающие Кстати, сейчас Вез с одного Бухающего Который Трезвый Трезвый Как стеклышко Культурный Трезвый И вообще Молодец Побольше бы таких Ну, пока работаю Что я вытворяю Ребята Что я вытворяю Дальняя подача В Балашиху В Балашиху Ну, в смысле Едем В Балашиху Или В Балашиху Я псих И это не лечится Работаем А вот так выглядит Очередная Несправедливость Яндекса Вот смотрите Заказ Идет из Центра Фиолетовой Зоны И заказ Приходит По зеленке Не, ну, можно, конечно Сказать, что Ну, это там Типа сурш эконома Нет, ребят В бизнесе Это сурш Именно бизнеса А заказ Пришел по зеленке Ну, ладно В принципе Мы знаем Стандартную Отмазку Операторов Они скажут Что-то типа В тот момент Когда пассажир Заказывал Сурша не было Типа он появился Вот только-только сейчас Ну Как говорится Ответ принят Есть другая теория И она отслеживается Очень стабильно Ну Давайте так Это мои додумки Да Вот Что когда Пассажир Заказывает Долгую поездку И у него В истории Очень много Поездок Где он Еле-еле Наскреб себе На поездку Ну, например Пассажир Комфорт класса Да И тут, короче Ему вчера выдали зарплату И он решил заказать бизнес Яндекс на автомате Может некий Алгоритм Применять Чтобы сделать ему Самую дешевую цену Из всех Которые возможно Она будет состоять Из Дальней подачи То есть Найдут машину Из большого Большого Круга По диаметру Второе Это будет Обязательно Поездка с плюсом Ну, то есть У этого пассажира По-любому должен быть Плюс подключен То есть Минус 10% Ну, и Надо будет Обмануть Со временем Подачи Ой, со временем В пути Ну, например Поездка на 45 минут А Яндекс Ее посчитает На 39 И это будет Недолгая поездка Зачем это нужно? Чтобы водители Не видели точку Б Потому как это Получается Недолгая поездка И те водители У которых Закрыта точка Б Они вслепую Поедут в Балаш Ну, и Третий момент Что Если это Недолгая поездка Чем короче Поездка в теории Тем она Доступнее для пассажира А то, что она По факту окажется Там 45 минут Никого не волнует Поддержка скажет Водителю Ой, вы знаете Да, она увеличилась Но не на 30% Не, они даже так не скажут Они просто скажут Незначительно увеличилась Ничего страшного И же живете Зато у вас Заказов много Вот че Ладно, это короче Уже мои додумки Но мы реально В самой Самой Фиолетовой зоне Из всех Которые только могут быть Фиолетовыми Мало того, я именно сюда Строил маршрут То есть я Издалека увидел Фиолетовую зону И построил маршрут Именно сюда И меня привело Именно туда Где эта фиолетовая зона Но привело по зеленке И я возмущен Я возмущен И как обычно это схаваю И буду работать дальше Едем в Балаш В принципе Ничего такого страшного Возвращаюсь Возвращаться мне Полчаса Надеюсь Что нибудь по пути Попадется Потому что Ну как то Накладно ездить В одну сторону А уже все таки утро Пора бы народу Рабочему В Москву ехать На Мерсах 7 часов 11 минут 2900 Плюс 4 Ну короче 7000 7 часов 7000 Пока все по плану Единственное Яндекс опять предупреждает О том Что через 2 часа Какой кошмар Через 2 часа Придется заблокировать Доступ к заказам 2 часа Это мало Для 3000 Придется наверное Через Гет Дорабатывать Короче Немножко не вписываемся Всему виной Вот эта вот Задержка Если б я В начале смены Не задержался На полтора часа На всякие Мойки Заправки Все было бы Чики-пики А так В принципе Смены были неплохие И Вчерашние И сегодняшние И заказы были Да и сейчас есть Просто надо Из Балашихи выехать Короче пока работаем Прилетал сейчас заказ С Соколиной горы С какой-то промежуточной Остановкой С детским креслом В Шереметьево Заказ конечно классный И надо было бы брать Но поездка долгая А я уже как бы не первой свежести И долгие поездки Сейчас наверное Уже брать не стану И это опасненько А картыши покатаю еще Интересная ситуация возникла Получил заказ Ну тут недалеко 15 минут ехать Подача только длинная Ну и короче Пока я ехал Звонит пассажир И говорит Так и так Говорит Жена передумала ехать Говорит пока А как отменить поездку? А я смотрю У меня осталось ехать 400 метров Но я ему пока рассказывал Как отменить поездку Уже остается 200 метров Нажимаю на месте Не доезжая до дома Нажал на месте И он как раз нашел этот крестик Нажал отменить И мне короче засчитала Подача Ну-ка посмотрим Ну да Вот 399 рублей И это при том Что я даже не успел Доехать до дома Ну я просто Пока я ехал бы Эти 200 метров Он бы как раз Отменил Приходится жульничать А что делать? Я 8 минут подавал машину Если он захочет Ему эти деньги вернут При обращении в поддержку Ну если положено конечно Ну короче как то так В общем Знаете я чувствую уже неуверенность После того как отменил заказ Шарик с детским креслом Я понял что Раз я это сделал Значит я себя уже неуверенно чувствую Рисковать не буду Выставил режим домой И в режиме домой Если что то попадет хорошо Если нет Поеду домой Поеду домой Да наверное не дозаработаю А может быть потом вечером добью Ну только не в ущерб Самому важному делу Напомню Насчет самого важного дела О чем речь Вы сможете увидеть на моем Канале в инстаграм Там я расскажу о чем речь Вот как то так Ну в принципе давайте так Вероятность что я получу заказ по пути По бизнесу маленькая Блин Ну вот рейтинг 5 конечно смотрится Смотрится Короче итог такой 3200 За сегодня 3200 за сегодня Вчера это совсем другая история была Вот И 4000 по самозанятому Итого 7 7200 короче Блин эти ямы С этими огромными колесами Эти ямы Они мне прям как Серпом по И Ножом по сердцу И главное их не видно Одно дело Ну когда ты отвлекаешься На камеру На телефон И попадаешь в яму Ну как бы сам виноват А когда смотришь на дорогу Не видишь эту яму И попадаешь в нее Вот это обидно Так Ну У нас еще одна цель была По пробегу Да Давайте проверим что у нас С пробегом Пробег у нас 261 км Ну вы знаете Тут как бы получается Наверное не справился Потому что цель была 300 Но из-за вот этих вот Поездок в одну сторону Пока я набил бы десятку Там был бы перепробег Небольшой наверное Километров 70 Но с другой стороны Я вчера Не 300 пробежал А 200 там с чем-то Вот А на то и вышло бы В принципе По сути Там как бы Цель выполнена То есть по километражу Да То есть вот у меня сейчас Итоговый Километраж По обоим дням Знаете какой 508 км То есть грубо говоря Если я сейчас добью До десятки Будет 600 Да Цель выполнена Короче по километражу Выполнена Была бы Если бы Я десятку Сегодня сделал Но рисковать не буду Десятку Десятку я делать не буду И мне не стыдно Вот Я лучше Как нибудь потом Наверстаю Ну а пока ребят Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Если кто еще не подписан Делитесь пожалуйста с друзьями Ну если есть друзья Которым это может быть интересно Вот И пишите пожалуйста В комментариях Свои пожелания Вопросы Да И спасибо огромное Пользователям Максу Варанову И Алексу Очень интересные вопросы задали Я сейчас Ну просто не в состоянии Записать ответы Но когда высплюсь Я обязательно Запишу ответы На каждый из этих вопросов И короткими видео Выложу их Для всех Потому что эти вопросы Важны не только для вас Это очень важные вопросы И я думаю Многим будет интересно Услышать Ну если не ответ То мое мнение на этот счет Ну а пока всем Удачи Здоровья Хороших заработков Пока Субтитры 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 Субтитры